Раз, два, три, четыре! На коне Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, дает мастер-класс для юных атлетов. Комплекс упражнений из программы подготовки сборной России. Звезды большого спорта делятся с ребятами секретами успеха. Хоркина уверена, каждому нужно дать шанс проявить себя на бревне, брусьях или перекладине. Ведь когда-то Светлану тренеры тоже хотели забраковать. Но получив приз, самая юная спортсменка на одном из турниров Хоркина поверила в себя и стала чемпионкой Европы, мира и Олимпиады. Это здорово, что мы сегодня можем приехать, олимпийские чемпионы, к нашим детям, которые выбрали этот не самый простой вид спорта. Он очень трудный, но очень зрелищный. И самое главное, он медальемкий. 14 комплектов наград разыгрывается на Олимпийских играх. Тренировать мальчишек приехал и Алексей Немов. Это ему рукоплескали поклонники спортивной гимнастики на Олимпиадах в Атланте и Сиднее. В общей сложности он завоевал 12 медалей, из них 4 золотые. Были у тольяттинского чемпиона и другие победы. Поделиться формулой успеха Немов готов с каждым подростком, увлеченным спортивной гимнастикой. Такие вещи должны проводиться для того, чтобы наши дети понимали, ради чего они могут стремиться в спортивной составляющей. И плюс, конечно же, это и здоровье. Гимнастика – это базовый вид спорта. Звездный олимпийский десант на самарской земле. Елена Замолодчикова, Николай Крюков, Елена Шевченко. Сегодня они работают для самарских воспитанников. О перспективах олимпийского движения в России спортсмены говорили и на встрече с губернатором. Николай Меркушкин вкратце рассказал о стадионе, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года. Кроме того, в регионе будет построен Большой Ледовый дворец. Эти объекты станут визитной карточкой Самары. Что же касается массового спорта, сегодня по всему региону открыто уже 250 новых спортплощадок. На треть увеличилось количество людей удовлетворенных, возможности заниматься спортом и так далее. Динамик – это хороший в этом смысле динамик. Крупных объектов, крупных объектов, сейчас в декабре месяц, ну в декабре, может в январе что-то, да, как в декабре занятый, сильный месяц, спортивных новых объектов, такого высокого очень уровня открывать будем. Это тройки, три сразу, лед там же, бассейн там же, универсальный зал там же, под одной крылью. По словам чемпионов, в Самаре сегодня создаются такие условия для тренировок, что город вполне сможет заявить о себе на весь мир. Нынешние воспитанники спортивных школ – это будущие герои спорта. Олег Зверев, Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков, Артем Сулайманов. События.